И я рад приветствовать всех, кто присоединился к нам на канале ТБН, наших драгоценных братьев и сестер. Возможно, ты первый раз или несколько раз уже слышал проповеди. Я рад, что мы сегодня можем вместе открыть Священное Писание и окунуться в те глубокие и вместе с тем доступные нам истины, которые Бог открывает на страницах Писания. Друзья, вербное воскресенье, вербное воскресенье. Весь народ говорил, Асана, сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господне Асана Вышних. В это воскресенье много лет назад Иисус въехал в Иерусалим на Ослике. Так написано в Библии. Ученики были вместе с Ним, а люди выходили навстречу к Нему и постилали одежды свои, срывали ветви с деревьев и постилали перед Ним. Они принимали Его как царя. Они радовались въезду Иисуса в этот город. Когда Иисус вошел в храм, Он опрокинул столы продающих. И все покупающие, которые были там, они тоже были в шоке. А потом многих людей, которые были больные, хромые и слепые, Он исцелил. Вот такой праздник сегодня. Я хочу поздравить вас с вербным воскресеньем. Друзья, начиная с сегодняшнего дня, следующая неделя у нас, мы называем ее Страстной неделей. Это неделя, в которую мы будем вспоминать вместе с вами этот крестный путь нашего Господа Иисуса Христа, когда Он со своими учениками в тайной комнате преломил хлеб, когда Он вечерил вместе с ними. И после этого, когда Он пошел на Еленскую гору, и там в Гефсиманском саду Он молился, просил Петра, Иакова и Иоанна, чтобы они пободрствовали с Ним хотя бы один час. И в этой молитве Он был настолько напряжен, что Его пот был, как капли крови. И Он сказал, Господи, если, возможно, да минует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как Ты, да будет воля Твоя, не моя. Мы будем вспоминать, как сразу после этой молитвы послышался шум, и пришли люди, около 600 человек, мужчин. В тот вечер, под покровом ночи, темноты, они схватили Иисуса, перед ними шел Иуда. Он подошел к Иисусу, он поцеловал Его. И после этого они схватили Иисуса. И вот после этого момента, все эти мучения, которые Иисус перенес, до того момента, когда Он сказал, совершилось, будучи на Голговском кресте, мы с вами вместе будем вспоминать на этой неделе. И я хочу предложить всем вам в этот четверг взять пост. Христиане по всему лицу земли в эти дни постятся и молятся. И в четверг вечером в 20 часов по новосибирскому времени мы вместе преломим хлеб. Мы вспомним страдания Господа нашего Иисуса Христа. А воскресенье мы будем вместе отмечать, если Господь позволит, и мы доживем. День воскресенья, когда Иисус поднялся из могилы, когда Он воскрес, и о Нем сказано, что Он первенец из умерших, мы вместе будем праздновать Пасху Господню. Вы знаете, в эти дни, когда весь мир застыл в страхе и в беспокойстве, когда постоянно все сводки новостей начинаются с количества людей, которые уже заразились этим вирусом, коронавирусом, COVID-19, или вот этой болезнью, в это время, я думаю, как никогда раньше, нам нужна защита в крови Иисуса Христа. Вообще-то Иисус умер на Пасху, а Пасха – это был иудейский праздник, когда Бог вывел свой народ евреев из рабства. И в ту ночь, когда в каждом египетском доме они увидели, они были в ужасе, когда они обнаружили, что их первенец мертв, потому что ангел-губитель шел тогда по всей стране, и возле каждой двери, где не было помазано, перекладено и косяки двери кровью этого агнца пасхального, возле каждой двери ангел не останавливался. Он входил в эту семью, в этот дом и поражал первенца. Только в тех домах, где двери были помазаны кровью пасхального агнца, ангел-губитель проходил мимо. Я хочу сказать, что пасхальный агнец – это духовная сила в крови Иисуса Христа, и нам она очень нужна. Особенно в эти дни мы нуждаемся в силе Божьей, мы нуждаемся в крови агнца, чтобы эта губительная язва, которая идет по миру и поражает тысячи людей, не коснулась нашего жилища, наших семей, наших родных и близких. Поэтому будьте вместе с нами, пожалуйста. В четверг в 18 часов мы вместе с вами будем принимать участие в трапезе Господней. Дорогие, я хочу с вами сегодня поговорить на одну из очень важных и серьезных тем. Я назвал ее «Пока не угасла надежда». В Библии написано «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой». Но надежда требуется лишь тому, кто не может справиться с собственными силами. И это слово открывает нам свою силу именно в те моменты, когда вокруг нас все начинает разваливаться на части, когда мы теряем контроль и мы не знаем, что делать, когда страх просто нас погружает в какое-то состояние тьмы, депрессии, уныния, беспокойства. Именно в таких обстоятельствах нам, как никогда раньше, нужна надежда на Господа. За эти несколько недель я слышал немало вопросов, которые звучат вокруг меня, и я также получаю некоторые комментарии в связи с этим. И эти вопросы можно было бы суммировать вот в таком направлении. Пастырь, скажите, а то, что происходит сейчас, это то, что делает Бог, или это то, что делает дьявол? Второй вопрос, что нам делать, христианам, в это время? Третий вопрос, может ли быть так, что Бог говорит нам что-то в это время? Я хочу вместе с вами открыть книгу Екклезиаста, точнее Аввакума, книгу пророка Аввакума, и вместе с вами поискать ответы, исследуя и просто проходя по этой книге. Конечно, в данный отрывок времени мы не сможем остановиться на каждом стихе, но какие-то мысли, которые здесь настолько очевидны, я хотел бы предложить каждому из нас. Давайте начнем читать с первого стиха. Пророческое видение, которое видел пророк Аввакум. Да коли, Господи, я буду взывать, и ты не слышишь, буду вопиять к тебе о насилии, и ты не спасаешь. Для чего даешь мне видеть злодейство, смотреть на бедствие, грабительство и насилие передо мною, и восстает вражда, и поднимается раздор? От этого закон потерял силу, и суда правильного нет, так как нечестивый одолевает праведного, то и суд происходит превратный. Вот такой момент отмечен в истории, когда человек по имени Аввакум, он жил реально в те годы, когда правил страной царь Иосия. Библия говорит, что Иосия был хорошим, благочестивым царем. Он правил, начиная с 8 лет, всего с 8 лет, 31 год он был царем. И когда вы читаете о нем в Библии, то там много стихов, которые говорят о том, что он разрушил идолы, что он возревновал о Господе, что он нашел книгу закона, что он весь народ повернул к тому, чтобы люди читали эту книгу закона, что он коснулся многих так называемых святынь, где люди поклонялись, делали себе каких-то истуканов и разрушил все это. Он действительно был хорошим, благочестивым царем. И при нем было то, что мы, христиане, могли бы назвать пробуждением, потому что весь народ поворачивался к Богу, у всего народа снова был вкус священного Писания. И написано после смерти его, что до него и после него не восставало никого такого, каким был он. Он настолько ревновал по Богу, по святости и любил Господа. Вы знаете, что интересно, что сразу после его смерти все вернулось на круги своя. Это означает, что все стало точно так же, как было до него. Подождите, 31 год, то потрясение, которое делал он, доброе потрясение, эти волны, так сказать, когда он поворачивал всех людей к Богу. Неужели ничего после этого не осталось? И если вы будете читать историю, то вы увидите, что после него снова такое же беззаконие пришло. И даже больше этого. И они переступили определенную черту, и Бог начал гневаться. И вот как раз в это время, когда снова здесь описывает пророк, я не могу, говорит, смотреть на бедствие. Зачем я вижу вот это злодеяние? Зачем я вижу это насилие? Почему ты, Господи, не спасаешь? Как раз в это время Аввакум обращается к Богу в молитве своей. Дорогие, я хочу сказать о том, что история церкви учит нас тому, что Бог обновляет своих людей в посвящении Ему. И в послании к Ефесской церкви, в книге Откровения написано, Бог говорит о том, что я имею против тебя то, что ты оставил первую любовь. Освежение в первой любви происходит двумя путями. Первый из них, Бог посылает своего Духа Святого. Бог поднимает жажду по Богу, то, что происходит с нами сейчас. И многие из вас могут свидетельствовать об этом. Пастор, я жажду Бога больше, чем когда-либо раньше. У некоторых из вас просто слетели какие-то нехорошие привычки, и вы как будто проснулись. Я хочу быть с Богом. Я хочу это время не пропустить, не проспать, не просидеть там в телевизоре. Я хочу вернуться к той первой любви, в которой я был еще не так давно, раньше, но осуетился, но просто отошел в сторону. И вот первый путь, как Бог возвращает к своей любви, что Он делает? Он посылает волны, волны Святого Духа. И мы называем это пробуждением. Вы знаете, за жизнь мою я видел несколько таких вот сильных, мощных излияний Святого Духа. Одно из них было в 1980 году в городе Таллине. И так и вошло в историю христианства, как Таллинское пробуждение, когда Дух Святой опустился на людей, которые жаждали и искали Его, постились и молились. Другое из них было в городе Пенсакола в 1995 году, когда Господь опустил Свой Дух на церковь, и многие служители вышли из этого движения. Но я хочу сказать, что часто бывает так, что проходит некоторое время, и все становится обыденным. Мы привыкаем к этому, и уже нет той жажды, той остроты и того чувства. И нет того движения Божьего, которое было раньше. И тогда Господь посылает другой путь, каким образом Он пробуждает Своих сыновей и дочерей. И это путь страдания, и это беда, и это горе, и это эпидемии, и это потрясение, в которое входит и церковь, и входят другие люди. Иногда бывает, что только церковь Бог потрясает. Иногда бывает так, как сейчас, что весь мир, все человечество Бог потрясает. И я хотел бы сказать вам, что здесь у Аввакума именно этот момент и происходит. Он смотрит вокруг, и он удивляется, почему Бог не реагирует вокруг такое моральное раздражение. Насилие, нечестие, огромное количество преступлений, раздоры, суда праведного нет, коррупция, и экономика внизу. Почему, Господи, Ты не реагируешь на это? И давайте посмотрим, что отвечает ему Бог. И здесь мы можем увидеть 6 стиха Бог говорит, «Ибо вот я подниму халдеев». А 5 стих, Он говорит, «Посмотрите между народами и внимательно вглянитесь, и вы сильно изумитесь». Изумитесь, то есть вы удивитесь. «Ибо я сделаю в одни ваши такое дело, которому бы вы не поверили бы, если бы вам рассказывали бы». Рассказывали. То есть Он говорит, «Посмотрите внимательно, посмотрите внимательно, вы будете удивлены, потому что вот, что я собираюсь сделать». И вы никогда не поверили бы, то, что сделаю я, если бы вам кто-нибудь рассказал об этом. Вы знаете, очень интересно, но начиная с 6 стиха, Он объясняет, что Он сделает. Бог говорит, «Я подниму халдеев», то есть вавилонян. Вавилонян – это огромная, мощная, сильная, непоколеблемая империя. Это люди, которые нагоняли страх на всех других людей, на разные народы. Он говорит, «Я подниму». Бог говорит, «Халдеев, народ жестокий и необузданный, который ходит по широтам земли, чтобы завладеть непринадлежащими им усилениями. Страшен и грозен он. От него самого происходит суд и власть его. Быстрее барса в коне его, притча вечерних волков, скачет в разные стороны конница его, издалека приходят всадники его, прилетают, как орел, бросаются на добычу. Весь он идет для грабежа, устремив лицо свое вперед, то есть целеустремленные. Он забирает пленников, как песок, и над царями он издевается, и князья служат ему посмешищем. Над всякою крепостью он смеется, насыплет осадный вал и берет ее. Тогда надмивается дух его, и он ходит и буйствует. Сила его, Бог его. Подождите одну минутку. Кто это говорит? Это говорит сам Бог. Аввакум задал вопрос, почему ты не реагируешь на то бедствие, которое я вижу вокруг, а в ответ он слышит от Бога. Он говорит Аввакум, посмотри внимательно, ты очень сильно будешь удивлен, ты будешь шокирован, потому что вот что я собираюсь сделать. Давайте еще раз посмотрим. Ибо я сделаю в одни ваши такое дело, что вы не поверили бы. Представьте себе, друзья, что здесь для нас является, ну, так сказать, вот, может быть, новым. Новым является то, для некоторых, может быть, из нас, что это говорит Бог. Подожди, Господь, то есть, это ты поднимешь этих врагов, это ты пошлешь на наш город Иерусалим в Авиалониан, это ты стоишь за их жестокостью, грубостью, за всем тем, что делают они и сделают еще. Это ты, Бог, делаешь. Посмотрите, в вашей Библии сказано, ибо я сделаю в одни ваши. Я хочу сказать, друзья мои, это новая грань, наверное, которую не все мы хотели бы видеть в Боге. Нам очень нравятся вот те грани, которые открыты нам, что наш Бог является пастырем нашим, что наш Бог является исцелителем нашим, что Он говорит, я никогда не упущу тебя из своей руки, и все это правда, и это да, и аминь, и этому мы доверяем, и на этом мы стоим, это мы исповедуем, и такого Бога, Бога любви мы знаем. Но есть другая сторона, которая не так часто освещается в церкви, и я чувствую побуждение от Святого Духа прямо сейчас говорить именно об этой стороне, она есть в Библии, и есть много текстов, которые показывают, что Бог на самом деле, Он является любовью, но в своей любви Он также и судит, Он также и наказывает, и есть что-то, что делает Бог в своей любви, что для нас совершенно неприемлемо, и нам кажется это уже не любовь. Скажите, пожалуйста, когда отец наказывает своего ребенка за систематическое непослушание, любит ли он его в этот момент или нет? Вы скажите, пастор, ну смотря как наказывает, если там сорвался во зле, во гневе, недопустимо во гневе. Это как издевательство над личностей, когда вы делаете во гневе. Наш Бог не делает это во гневе. Наш Бог излил весь гнев на Иисуса Христа, который висел тогда на Голгофском кресте. Но наш Бог является справедливым Богом, и он дисциплинирует и наказывает своих сыновей и дочерей, и использует для этого разные обстоятельства. У Агея сказано, что Бог еще раз потрясет землю, потрясет землю, и увидят все его. Это будет в день пришествия. Но также в Библии есть много мест писаний, которые говорят о катаклизмах, которые говорят о том, что будут различные эпидемии, что голод будет, что будут бедствия, что будут страдания людей, и мы с вами не лишены этой участи. Ты скажешь, подожди, как это так? Давайте посмотрим на несколько текстов из Священного Писания. Я буду говорить с вами сейчас на те тексты, которые записаны в Новом Завете. Луки 19 глава. Там история о том, как Иисус встретился с Закхеем. Вы помните, Он говорит, Закхея слази быстрее, ибо мне надо быть у тебя в доме. Закхея говорит, Господи, половину имени моего я отдам нищим, если кого чем обидел, воздам четверо. Луки 19 глава с 8 стиха. И Иисус говорит, ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибших. Вот они стоят. Стоит Иисус, Закхей слез с дерева, небольшой еврейчик такой, говорит, Господи, если я кого обидел, я отдам в четверо. Вот настоящее покаяние, да, когда ты готов отдать намного больше, если ты кого обидел. Сердце прям плавится, меняется. Иисус говорит, я пришел, чтобы взыскать и спасти погибших. И вот здесь внимание. Когда же они слушали это, он присовокупил притчу. Вот прямо здесь, возле дерева. Радуясь Закхеем о спасении. Вы знаете эту притчу, вы можете прочесть ее сами. В этой притче он рассказывает, Иисус, об одном человеке, который из высокого рода отправился в дальнюю страну, чтобы получить царство и возвратиться. Конечно, он говорит о себе. Говорит притчей, чтобы получить царство и возвратиться. Призвав же десять рабов, дал им десять мин, десять монет, можно сказать так, и сказал им, употребляйте их в оборот, пока я возвращусь. Четырнадцатый стих. Но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказал, не хотим, чтобы он царствовал над нами. И когда возвратился, получив царство, велел призвать к себе тех рабов, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. И вот стоят перед ним, перед этим человеком с высокого рода, фактически Иисус о себе рассказывает, стоят эти рабы. Один говорит, вот ты мне дал десять, я десять приобрел. Он говорит, что ты умничка, ты был в малом вере, возьми в управление десять городов. Потом следующий подходит, у него пять было, и он пять приобрел еще. Потом подходит еще один, а у него вообще-то совсем не так. То есть у него была одна мина, он ее завернул в платок, сказал при этом, я боялся тебя, ты человек жестокий, берешь чего не клал, и жнешь чего не сеял. И господин разбирается с ним. И тут же он говорит, я буду судить тебя, твоими же устами. Ты знал, что я такой. И потом говорит, возьмите у него мину, дайте имеющему десять мин. И сказали ему, господин, у него есть уже десять мин, то есть те, кто рядом были, они говорят, что-то не так. С нашей логикой это не стыкуется. Почему? Ты забираешь, у него есть уже десять, эту одну мину, и даешь тому, у которого есть. Иисус говорит, сказывай вам, что всякому, имеющему дано будет, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. И вот конец этой истории. Все, он с этими, значит, рабами разобрался. И двадцать седьмой стих. Врагов же моих, тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте передо мною. В подлиннике, убейте передо мною. Подождите немного, подождите, это Новый Завет. Иисус, ты что, серьезно? Ты что, сказал, чтобы врагов твоих привели к тебе сюда, которые послали и не хотели, чтобы ты царствовал, и ты сказал, чтобы их убили? А как же насчет того, чтобы любить врагов? Чтобы их убили передо мною? Друзья, я хочу, чтобы мы, я знаю, что это очень тяжелая мысль, но я хочу, чтобы мы ее услышали. Бог по природе своей, Он является Богом любви, но это не значит, что Он не ставит границы. И это не значит, что мы не будем давать отчет перед Богом за нашу жизнь. Давайте посмотрим на Богу Доносора. Бог говорит своему народу, я вас пробуждал через Иосию, я послал Духа Святого. 31 год Он царствовал, но когда Он умер, вы вернулись к своим грехам. Теперь попробуй по-другому. Теперь вот, что я сделаю. Теперь через пробуждение, через волны мои, через славу мою, вы не меняетесь. я попробую другой путь, потому что так сильно люблю вас, что я пошлю вам страдания, боли, и я хочу увидеть, как в этой ситуации вы будете меняться. И знаете, здесь, если мы посмотрим еще раз с 6 стиха пол 11, то мы увидим, что 4 стиха, 4 стиха здесь, я бы их так написал или описал бы, здесь все нормально, сам Бог говорит, все нормально, что придут вот эти вавилоняне и сравняют Иерусалим с землею. Бог говорит, хорошо, я знаю это, я их послал. Господи, как это? Они возьмут нас, как песок, они уведут нас в плен. Да-да, хорошо, это мои слуги, я послал их. Боже, они храм разрушат. Да, я знаю, я дал им разрешение на это. Они придут и убьют каждого, которого захотят. Да-да, я позволил им это делать. Они возьмут наших беременных женщин и наших дочерей, они будут насиловать их, они поведут их в плен. Да-да, я знаю об этом. А потом, мы доходим до 11 стиха, и здесь Бог говорит, о-о, а теперь стоп, внимание, Навуходоносор, ты переступаешь определенную черту. Написано, тогда надмивается дух его, и он ходит и буйствует, сила его, Бог его. Бог говорит, о, Навуходоносор, теперь ты уже стал гордиться. Ты стал думать о том, что это ты такой большой, сильный, что ты такой вот слуга Божий. вот до этого момента, пока ты не гордился, все нормально. Я дисциплинирую мой народ. Я меняю их сердце. Я с каменного сердца делаю плотяное через эти боли и скорби. Но ты, Навуходоносор, при этом стал гордиться. Поэтому так дальше не пойдет. И Бог изрекает суд на Навуходоносора. Если мы посмотрим на историю, то мы знаем, что сразу не произошло это. 70 лет евреи были в плену. Все вот это слово исполнилось. Бог был прав и сделал это Бог. 70 лет они были в плену. Но однажды, в одну ночь, царь Кир персидский пришел в Вавилон и весь этот город огромный, с большими стенами, с такими статуями, идолами. Казалось, он непоколебим. Казалось, что это просто невозможно этот город разрушить и эту империю каким-то образом остановить. Но в одну ночь, когда пришло время, этот Кир, персидский царь, прошел через весь город и захватил этот город. И империя была разрушена. Друзья, я хочу сказать, что здесь, если мы будем читать дальше, в 13 стихе, то Аввакум говорит, что на самом деле эти люди хуже нас. Как же ты используешь их, чтобы нас судить, чтобы нас менять, чтобы нас корректировать? Но Бог использует. И я хочу сказать вам следующую мысль. Дорогие, смотрите, Бог свой народ корректирует, воспитывает, наказывает, меняет. Свой любимый народ никогда не нарушает завета с нами. У него есть путь к нашему сердцу. Но Навуходоносора он стер и все это царство Вавилонское с лица земли. После его гордости и надмения в какой-то момент истории уже на карте больше нет у нас этой империи. Но мы знаем, что в 48-м году Израиль снова был провозглашен как нация и потекли евреи со всего мира в свою землю, потому что Бог сказал, я сочетался с вами. Даже при том, что я вас дисциплинирую и наказываю, штучу в ваше сердце, вы мои дети. Он предназначил Вавилонян для суда, а свой народ для исправления. Когда мы открываем вторую главу, то мы видим, что делает Аввакум. Аввакум, услышав это, конечно, изумился, конечно, ему трудно было принять это. Но здесь сказано, он стал на стражу и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне и что отвечать мне по жалобе моей. И я хочу с вами немного поговорить об этом, что Бог говорит сегодня с нами. Я не знаю, как ты рассматриваешь это время, но я задаю себе вопрос, а почему Господь сделал так, что двери церкви закрыты по всему лицу земли? А почему Господь закрыл нас дома? Почему мы сидим дома, причем везде это? есть ли что-то, что Бог хочет сказать мне в это время? Есть ли что-то, что Бог хочет сказать тебе в эти дни? И Абакум говорит, я стал на стражу мою, стоя на башне, я наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне. И там, если мы будем читать дальше, то Бог начинает говорить с ним, и он говорит, запиши это, чтобы дать эту картину всем ясно. И он показывает ему определенную картину, избавления, картину искупления, картину того, что через 70 лет, хотя Абакум не знал, сколько именно лет они будут в таком состоянии, Еремия, который жил в то же самое время, имел ясное понимание от Бога, сколько времени они будут в плену, но здесь написано так, что Бог говорит о конце и не обманет, и хотя бы замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится, третий стих, второй главы, то есть, когда Бог говорит, это исполнится, жди его, даже если годы проходят, десятилетия проходят, 70 лет прошло, но Слово Божие, оно исполнилось, и вот четвертый стих, это сердце этой книги пророка Абакума, вот душа надменная не успокоится, а праведной своей верою жив будет, вы знаете, что Мартин Лютер, великий реформатор 16 века, европейский человек, он получил откровение на эту тему, праведный верою жив будет, верою жив будет, но в этом стихе есть противопоставление, гордые люди, надменные люди не успокоятся, но праведный верою жив будет, если будете дальше читать, то он описывает, каков человек надменный, но я хочу дальше пойти, и в 20 стихе этой же главы написано, Господь во святом храме своем, да молчит вся земля пред лицом его, что-то происходит с Абакумом, на самом деле ничего еще не изменилось, он только получил картину, что придут враги, и они будут в большом бедствии, что будет еще хуже, но самим Абакумом в сердце что-то происходит, он говорит, Господь во святом храме, друзья, если вы переживаете Бога, это сильнее всякой пандемии, это сильнее всяких беспокойств, всяких тревог, это настолько мощно и сильно, что это даст вам стабильность внутри, несмотря на внешние проявления и всю ту боль, которая вокруг, и все эти тревожные новости, которые мы слышим, он говорит, Господь во святом храме своем, Абакум переживает Бога, и третья глава, третья глава, это глава молитвы, которую он уже просто поет, здесь сказано для пения, и он говорит, Господи, услышал я слух Твой и убоялся, Господи, соверши дело Твое среди лет, среди лет яви его, во гневе вспомни о милости, вот его душа здесь так ясно видна, она говорит, Господи, я услышал, я боюсь, а что насчет милости, помилуй, это сам Аввакум, сам человек, смотрящий вот на все, что происходит, или услышав то, что будет, но начиная с третьего стиха, он начинает петь песню победы, Бог от Фимана грядет, и святой от горы Фаран покрыло небеса величия его, славой его наполнила земля, и если будете читать дальше, то вы дойдете до 16 стиха, где он говорит, я услышал, вострепетала внутренность моя, при вести осем задрожали губы мои, боль проникла в кости мои, и колеблется место подо мною, а я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой, крабитель его, хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стала овец в загоне, и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе, веселиться о Боге спасения моего, Господь Бог, сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня. Друзья, Аввакум воспевает песню, и эта книга заканчивается этим радостным, триумфальным, уверенным взглядом этого человека на те события, которые происходят или произойдут вокруг него. Я хочу сказать, что сейчас то время, когда нам нужно трепетать перед Богом, находиться в состоянии вопроса «Господи, что ты хочешь сказать мне? Говори мне, я слышу тебя, говори, когда моя дверь дома заперта, когда я сижу со своей семьей, я хочу знать тебя, трепещи сейчас, чтобы в серьезный день бедствия». А в Библии написано, что все это только родовые схватки, как мы понимаем, это начало болезни, то есть в будущем будут более серьезные, серьезные проблемы, беды, страдания, гонения, книга откровения, она еще будет исполняться, она не исполнилась, поэтому сейчас молись, чтобы знать, что делать потом. Ищи Бога сейчас в своем доме для того, чтобы знать, как двигаться в то время, которое грядет. Готовься к пришествию Господа нашего Иисуса Христа, готовься к тем событиям, которые будут. Читай Слово Божие, вникай в себя и в Писание, занимайся этим и развивай чувствительность к Святому Духу, чтобы быть уверенным в Боге твоем. Я хочу сказать вам, друзья, что Аввакум говорит, что Бог делает ноги его, как у оленя, и на высотах подставляет его. Интересно, подняться на высоту, на высоту, знаете, есть люди, которые поднимаются, будучи верующими, христианами, но далеко не все, которые поднимаются, удерживаются там. Подняться на высоту – это одно, удержаться на высоте – это другое. И я смею сказать, что если ты прошел через долину, если ты страдал, если ты терпел, если ты научился слышать Бога, если ты понимаешь Бога не только с одной стороны, но ты понимаешь, что Бог в своей любви будет также судить и этот мир, и мы, христиане, будем идти сквозь суды, при этом Он нас не судит с миром, Он нас защищает, меняет и воспитывает 90-й Псалом, что если я пойду даже и долиной смертной тени, 22-й Псалом, я не убоюсь, потому что ты со мною, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. И 90-й Псалом говорит о защите Божьей. Бог судит, Бог наказывает людей этого мира с одной целью, чтобы никто не погиб, чтобы все они пришли к Нему, чтобы спасти этих людей. Но если сейчас ты проходишь сквозь долину, значит, когда ты поднимешься на высоты, Он сделает ноги твои, как у оленя, и на высотах твоих ты сможешь устоять. У Давида была эта долина, он знал, что такое скорби, страдания, суды Божии, он знал, он страдал, он плакал, он много претерпел, он был отвержен, он прошел сквозь многие трудности, и поэтому, когда Бог поднял его на его высоты, он устоял на этой высоте. У его сына, Самсона, не было такой долины, и он поднялся на высоту, на том отцовском наследии, которое отец Давид приготовил и дал ему, и он не удержался, он упал в грех, в прелюбодеяние. У Иосифа была долина, и он поднялся, и в 80 лет царствовал на той высоте, на которую Бог поднял его, пройдя через долину. Я хочу молиться вместе с тобой, если сейчас это твоя долина, если сейчас у тебя есть уныние, ты в беспокойстве, ты в тревоге, я хочу сказать, что Бог здесь не за кадром, здесь в книге Аввакума сказано, что Бог вообще-то делал это, но Бог здесь, в этой ситуации, хочет говорить с тобою, хочет дать тебе свою помощь, хочет изменить тебя, вернуть к первой любви и благословить, чтобы когда это время пройдет, чтобы он мог поднять тебя на высоту, и ты мог устоять на той высоте, на которую Господь хочет поднять тебя. Отец Небесный, я благодарю тебя за то, что ты с нами в это время, благодарю за то, что ты ведешь нас и проведешь нас. Я молюсь о защите, Господи, для каждого человека, для наших родных и близких, и я молюсь, чтобы в этой долине, в которой мы находимся сейчас, мы слышали тебя, твой голос, Господи, чтобы сейчас мы искали тебя всем своим сердцем, Боже, чтобы ты мог вернуть нас снова к той первой любви, которую мы имели, когда пришли к тебе. Касайся каждого из нас. Я молюсь о благословении в семьях наших, о мире в домах наших, о согласии, о том, чтобы Слово Божие стало приоритетом в эти дни. Во имя Иисуса. Аминь и аминь. Слово Божие